добрый день уважаемые подписчики канала бадук 1 я андрей кровец буду сейчас комментировать свою следующую партию на грин слэме это уже четверть финал эта партия была с павелом лисе то есть павел лисе был один из сеяных профессионалов я не попал в число сеяных поэтому ну то есть не было я мог сыграть с павлом с павлом артемом ильей или матеушем получил павла в принципе не такой плохой противник но у меня с ним неплохо получается играть поэтому я в принципе джебекой был доволен и последнюю партию я у него выиграл поэтому это очень даже неплохо насчет важности партии вот я показываю сумму призовых денег то есть это был четверть финал и тот кто выигрывал попадал в первых 4 тот кто проигрывал собственно говоря разыгрывал места с 5 по 8 и разница в деньгах очень большая и плюс к тому даже если ты выигрываешь партию мало того что ты сразу же получаешь больше чем при любом раскладе если ты проигрываешь плюс тебе есть шанс побороться за чемпионство или там за финал потому партия была очень важно здесь мне повезло я выиграл нигири предыдущей партии выбрал черные а здесь это даже не думал сразу выбрал белые потому что но чем уже сильнее противник собственно говоря тем и партия длинная надо брать белые потому что это дает тебе некое преимущество ну как говорит компьютер и на самом деле это достаточно весомое преимущество это порядка ты можешь делать белыми один плохой ход больше чем черными поэтому принципе это чувствуется и белыми играть немножко легче павел играл очень странные фусеки сан саны комоку ну как странная может для него и нет но я очень редко встречал ну я очень редко играю против такого фусеки я играл просто два хоси ничего сверх естественного и сразу вторжение в принципе все тоже достаточно логично здесь опять же есть два варианта откуда блокировать можно блокировать отсюда и но играть как-то так думаю за белых получить цент и возможно играть дальше можно построить ну просто играть дальше большой ход не знаю можно попробовать играть так на это выглядит очень медленно может быть какой-то симари но можно играть так можно играть как сыграл я я сыграл с этой стороны где опять же также та же самая я обычно ну то есть играют два хоси я играю все время почти то же самое белыми если черные торгаются в сан сан идея такова что я хотел сыграть что-то такое вот пойти просто на вот этот же сэки обычная джи сэки ничего сверх естественного получить цент и грубо говоря и возможно даже сыграть сюда и получить хорошую сторону или сыграть в эту сторону возможно даже в эту то есть это был принципе мой план я играл таких много партий ну я принципе думал почему нет я играю всегда вот эту кейму потому что я знаю очень много джи сэк по крайней мере я чувствую что я знаю больше джи сэк чем остальные профессионалы в этом поэтому я играю кейму и в принципе я достаточно уверен в этом джи сэки она очень тяжелая но по-моему но я вроде бы выучил все варианты которые может могут быть и я в принципе готов павел тоже пошел на этот вариант был вообще в принципе очень агрессивный игрок и даже если он чего-то не знает он всегда идет на агрессивный вариант и там что-то досчитывает то есть в партии мы просто играли обычный вариант это очень популярная джи сэки поэтому все его играют ну как бы как все сейчас в европе вот среди профессионал это очень популярно и в принципе очень также популярно в основном среди остальных профессионалов мы как бы копируем и в принципе здесь нет много вариантов если играть просто например просто это так но опять же этот вариант мне не очень понравился потому что здесь вот сейчас я покажу его вариант будет ну те его раньше показывал это в принципе стандартный вариант 1 2 3 4 вот и в углу сэки это стандартный вариант до конца покажу нет надо сбить вот ну и здесь как-то так и черные должны закрыться этот же сэки в принципе ничего плохого в нем нет но опять же я не люблю его играть за белых потому что вот получается одно доме и черный надо потом на один камень меньше в конце построить китайскими правилами плюс к тому у него стоит комоку и я на нижней стороне у меня нет хорошего хода чтобы вторгнуться в отличие у меня ведь стоит хаси и он может сыграть просто как арии выжать на левой стороне поэтому я решил что в этой позиции вот просто такой обычный вариант он просто не подойдет поэтому я пошел на другой вариант который на самом деле менее популярен наверно потому что он более сложный но это это второй вариант вот по сути второй интересный вариант который здесь есть это вот это кейма и вот после кеймы тут есть несколько вариантов я думаю черные могут как-то резать на самом деле тут уже надо думать здесь не так все просто но павел я выбрали в принципе вариант который очень даже форсированный он был даже в партии недавние профессионалов там па джун ван шин джин сэо и шин мин джун они играли между собой и там этот вариант был в принципе поэтому я думал мы идем на один и тот же вариант плюс к тому вот этот вариант играл павел с ким и он самым показал правильный вариант а я рядом просто стоял и смотрел поэтому здесь я в принципе думал что мы будем идти на тот же самый вариант здесь возможные всякие варианты например например можно попробовать порезать здесь и как нибудь пробовать что-то делать с вот этими камнями как-то их пожертвовать но не знаю то есть много вариантов на самом деле я просто знаю правильный и поэтому я его играю а вот остальные варианты здесь все что есть они слегка наверное хуже если вы уходите от правильного варианта и тут уже надо тратить время чтобы считать как его наказать я этим в принципе не занимаюсь я занимаюсь таким вот если вот какой-то будет неожиданный ход например в партии я вот там в партии буду считать так я себе голову не забиваю просто изучаю правильный вариант а дальше уже буду знать если кто-то уйдет я знаю что это ошибка и пробую найти лучший вариант а просто все варианты здесь тяжело искать поэтому просто мы играли этот вариант на самом деле когда я еще играл кейму я вот примерно просчитывал что будет такой вариант но обычно в этом варианте белые ну вот сейчас я покажу этот вот вариант белые играют сюда как бы забирают камень в сичу но обычно камень не стоит в сенсане это еще один плюс который я решил когда играл вот эту кейму и решил идти на этот же сэк именно камень стоит в сенсане и значит что лестница идет за меня то есть если бы он стоял в каком-то другом месте например в хоси лестница бы не шла то есть лестница именно заворачивает возле сенсана и я могу убить вот здесь то есть в хоси комоку ну возможно еще комоку в q17 тоже не играла роли но здесь идет лестница и это большой плюс обычно лестница не идет ну то есть в таких же сэк на самом деле сейчас черные даже если лестница идет они не могут тащить и в конце в джесеке тоже нет времени тащить этот камень но после джесеки это имеет некую ценность потому что вытащить камень всегда очень приятно если есть такая возможность то есть вот этот джесеки здесь пожалуй самый сложный момент который надо знать который реально ну то есть если ты считаешь можно пропустить здесь надо вкинуть камень то есть я это знал опять же это показывал ким ян сам и в принципе ну то есть я думал что и павел это знает и ну я просто вкинул камень и как бы играл дальше джесеку но павел сразу ошибся он походил сюда это достаточно большая ошибка я думаю вот она стоит порядка десяти очков потому что я сейчас покажу как должно было быть джесеки и зачем вообще вкидывать камень потому что это тяжелая джесеки и тут его надо чуть разобрать на самом деле джесеки будет выглядеть так я вкидываю камень закрываюсь и дальше играю здесь вот это атари на самом деле я могу сыграть секи то есть здесь секи вот так если закрыться ну грубо говоря если сейчас белые будут закрываться то я могу убить но убить не так все просто например я хожу сюда это угроза убить эту группу но белые могут сыграть всегда сюда и мне надо потратить два хода то есть я добить уже сейчас не могу но проблема в том что черные получат очень хорошую форму например они заберут это будет цента и они еще раз походят то есть получат очень неплохую форму и сейчас это оно просто того не стоит то есть один ход ради секи не очень то выгодно на самом деле если посмотреть то просто у черных намного лучше форма плюс действительно если тут будет сичо брикер будет очень опасно вот этим четырем камням они очень большие так как они разрезающие и вот это все джесеки выглядит уже очень хорошо за черных потому что черных живая группа у белых просто стена и не ясно ну то есть явно двух глаз нет если черные походят что-то в районе м4 и потом вытащат камень только это все просто посыпется поэтому здесь вот в этот момент белые просто ну не доигрывает секи они начинают толкать с этой стороны чтобы построить еще больше плотности то есть жертвовать вот эту группу внутри и строить больше плотности собственно говоря черные отвечают и если черные играют сюда вот белые получили очень много хороших обменов и сейчас уже черные белые могут себе позволить играть секи потому что здесь черные просто получат вот эти два хода а белые получат намного больше плотности поэтому если вот черные играют вот этот ход в ответ на вот этот толчок это будет ошибкой потому что в конце концов белые просто построят сейчас надо отвечать да сейчас надо отвечать вот и в этот момент вот этот обмен будет то есть построили секи у белых очень неплохая форма у них больше уже плотности у черных наоборот меньше и вот этот вот обмен он очень выглядит очень хорошо за белых и он позволяет как бы лимитировать введение черных и построить больше белых в таком варианте это выглядит ну за белых выглядит хорошо поэтому черные не будут играть вытягиваться здесь они просто забирают вот здесь и белый просто доигрывает вот так тут зачем играть вот ход в d9 на самом деле сейчас а и потом после этого хода черный просто добивает если просто ответить здесь то черные могут сыграть как то так и тогда уже тогда уже есть здесь секи тогда вот вот это что здесь черные не могут играть опять это доме зумари если черный заберут с другой стороны ну то есть вот это вытягивание оно в принципе добавляет одно доме поэтому в будущем реально черные не могут играть c10 и поэтому ход в d9 он выглядит как достраивающий форму и он почти блокирует все возможности выбежать черных слева то есть можно выбежать вот так но это это медленно и это очень похоже на йосы и я не думаю что черные будут так бежать то есть в принципе здесь по сути уже нет в черных хорошего выхода и группа сейчас сейчас я посчитаю сейчас группа умерла то есть или нет да умерла группа то есть черным не надо добавлять ход вот это вот собственно говорят джесеки и черные могут играть дальше и как бы белые заблокировали здесь внутри вот эти все хода будут центы вот эти все то есть форма достаточно плотная и просто плотность на территорию то есть вот это это джесеки это самый тяжелый вариант который есть вообще в этом джесеки он окончательный павел он как то наверное где то просчитался или не знал его и он сыграл вот такой вот ход это достаточно большая ошибка потому что я выживаю своим углом сразу же ну и он выживает вот своей группой то есть по сути мне уже даже не надо ничего жертвовать идея в том что я получаю почти ту же форму у меня конечно нет всех центных ходов здесь которые бы были но у меня жив угол и в углу у меня пять очков территории то есть это разница просто громадная и здесь белые достаточно получают очень хорошую позицию в самом начале я думаю они лидируют очень сильно плюс к тому я еще получаю сенты и успеваю сыграть снизу здесь возможно мне стоило сыграть какую-то кейму вот как то так но я не уверен был что павел будет отвечать поэтому я сыграл ну как бы просто большой ход а вот на этот ход скорее всего мне не надо было отвечать надо было просто построить симари ну забрать следующий следующий большой ход это все из-за того что у меня есть сича то есть на самом деле чего я боялся что в партии в партии я боялся чего-то вот чего-то действительно там страшного я не знаю сейчас я подумаю вот если как то я сыграю здесь например меня порежут у меня по сути единственный ход это здесь а дальше потащит камень ну допустим потащит камень и дальше сыграет вот это атари и я боялся какого-то вот такого варианта ну что очень неприятно будет что вот просто черные смогут порезать и выглядит это все ну просто какая-то ненужная борьба я думал моя позиция достаточно хороша чтобы ну как бы избежать вот этого всего и возможно возможно на самом деле я зря переволновался здесь можно просто сыграть так ну и дальше в принципе бороться потому что центр уже более-менее стабилен ну и черный группа просто борьба и не надо уж настолько сильно бояться чтобы сбивать именно сейчас то есть охот сверху вот в f17 он сейчас очень большой поэтому стоило забрать там и как то уже здесь ну я думаю если бы черные боролись то белые в принципе в ничем ну просто бы просто просто бы боролись дальше отвечали на борьбу но это не так уж и страшно вот я сбил здесь пануки и это наверное какой-то слишком сильный ход ну не то что сильный какой-то очень медленный укрепляющийся ход он как не в стиле я не знаю со временного го и наверное он был очень каким-то таким слабым медленным так точно здесь здесь наверное вот в партии я просто смотрел на этот ход и я не знал как мне вообще просто отвечать то есть по идее хочется сыграть кейму но тогда вторжение очень больно потому что вот эта вся группа она очень сильная и мне очень тяжело вот бороться дальше здесь то есть например я как-то так буду играть даже не знаю ну вот ну или как-то так вот вот был бы какой-то такой вариант я отдал все очки в принципе он тоже не очень плохо можно было так играть но мне он почему-то не очень сильно понравился потому что черные очень ну как бы неплохо бы построились получили и верхнюю сторону и угол локально это не очень хорошо это не очень хорошо когда приходится так играть за белых когда ciors выживают в углу а я играя белыми не могу вот заблокировать как в джосеки джосеки вот обычно вот так ну вот вот это джосеки антас считается хорошо за белых но если черные если белые не могут блокировать а в данном случае я не могу из за вот этого разрезания потому что здесь вот эти два камня скорее всего позиция белых просто посыпется тогда это локально хорошо за черных потому что черные и угол забрали и вышли на сторону. Да и форма у белых не очень-то и хорошая. Здесь еще есть разрезание какое-то. То есть все выглядит не так уж и хорошо. Ну, как-то так можно порезать. Это выглядит не так уж и хорошо. То есть есть возможность забрать левую сторону. Форма у черных, у белых не очень хорошая. Плюс к тому, еще после этого черные выходят в центре и могут сыграть как-то так, поджать. И тогда уж вообще выглядит все нехорошо. Поэтому я сыграл Хасами с надеждой, что я получу какой-то ход и потом как-то построю свою форму в углу. Ну, то есть это был такой вот план. На самом деле я потом посмотрел Лилу и потом она показала мне очень интересную идею, которую я раньше вообще не рассматривал, но впредь буду рассматривать дальше. Я думал также над таким вот ходом, над просто вот таким и сыграть Кейму. Но опять же, мы возвращаемся к тому же варианту, по сути, потому что получилось бы что-то такое и не очень хочется играть вот так или играть вот так. Ну, вот так не хочется играть, потому что пасть игра будет центре, потом, когда-то, и это уже очень сильная форма. Если я сыграю вот так, то, по сути, идея та же. Это очень сильная форма и локально это выглядит очень уж хорошо за черных и черные могут, я не знаю, даже Семари вот сейчас построить, потому что вот эта форма, даже не надо от нее распространяться. Конечно, можно распространиться, ничего плохого в этом нет, но уж очень белые узко получили, ну, в углу. Но в партии, после партии Лила показала вот такой ход, который выглядит очень странно, но он очень эффективен. Теперь нет никакого вторжения, и черные, белые просто закрыли угол. То есть, учитывая, что здесь два камня, и что тебе больно вторжение в Сан-Сан, ты можешь просто забрать на три очка меньше, но сверхнадежно. Я как-то в партии вот искал-искал какой-то ход, я выбирал какой-то такой ход, но он мне казался очень медленным и странным. А вот просто Касуми почему-то пропустил, и в этой позиции оно мне очень понравилось, потому что вот это была моя истинная цель. Я хотел просто закрыть угол с хорошей формой, с выходом в центр, с возможностью как-то нарастить, возможно, сыграть что-то в районе вот С12, и потом, может быть, какие-то центы хода получить к этой группе, не знаю. Но я просто не видел хода, и поэтому как-то, ну, не знал, как ходить. Еще был один вариант, это вот такой. Но мне он просто чем-то не нравился, потому что очень уж низкая позиция у белых. Вот, например, как-то так. Что-то такое. Но я как-то не очень люблю вот эти все варианты, где, ну, может быть, оттаре даже, не знаю, можно вытянуться. Я не очень люблю варианты, где уж очень низкая позиция. Вот, когда вот так соединяешься на второй линии, мне это не очень нравится. Да и здесь черный неплохо строит себе очков. И в партии почему-то мне не очень понравилось. Я вот этот вариант видел, и я решил от него отойти. Я решил сыграть по-другому. Я решил сделать хасами. Притом далекое хасами, что, ну, он, соответственно, не может торгнуться в угол. Если он вторгается в угол, у меня будет более-менее хорошее джесеки. То есть, допустим, мы играем какой-то вариант. Ну, и здесь, скорее всего, надо закрыться. И вот я бы просто забрал камень. И это, я думаю, в этом варианте это очень хорошо, потому что левая сторона абсолютно неинтересна. И ход, ну, вот этот выделенный ход, он будет выглядеть слегка медленно. Потому что я решил, ну, у меня здесь плотная форма, здесь сверху плотная форма. Поэтому этот плотный ход выглядит странно. Поэтому я знал, что он выпрыгнет. Ну, тут, по сути, нету другого хода, я думаю. И потом я решил сыграть это Касуми, что тоже Сенте. И потом как-то уже строить свою форму. На самом деле, скорее всего, мне тоже надо было играть Касуми дальше. То есть, с неприятного, наверное, было бы только это. Но форма была бы живая, вот как-то даже так. А у черных форма не самая живая. То есть, вот эта вся, это не живая форма. И я могу получить какой-то, ну, не знаю, потом что-то получить на этом. Ну, у меня ход в районе К16 как раз выполняет функцию, что я могу атаковать вот эту всю длинную группу. Он стоит недостаточно близко, очень далеко. Он как бы не дает распространиться черным, поэтому черный будет себя чувствовать не очень тут уютно. Но в партии я сыграл так, решил давить больше на эти камни, что, скорее всего, было ошибкой. Мне вообще вот этот вариант выглядит не очень хорошо, если честно, за белых. Мне казалось, что вот ход Д14 я уже обязан делать, раз я сыграл ход К16. Но в реальности можно было еще отойти и не идти вот в очень сложные варианты. Зная Павла, я знал, что следующим ходом он будет выживать в углу. И чтобы как-то разрушить базу, вот, и сделать, ну, если он вот так делает, это очень жадный способ игры. Но он в то же время очень агрессивный и его очень тяжело наказать. Поэтому, ну, я знал, что такое будет, но все равно решил не отступать. Но на самом деле здесь, возможно, стоило отступить. Мне кажется, вообще во всей партии мне вот где-то надо было... Я где-то играю очень пассивно, например, вот, собрать ход в районе J6. Это супер пассивный ход. А в остальных моментах, когда нужно играть пассивно, играю сверхагрессивно. Это очень как-то, не знаю, как-то я не могу найти золотую середину. Ну вот, и он, ну, в принципе, он играет. Я рассчитывал на этот вариант. Ну, я знал, не то чтобы рассчитывал, я просто знал, что так будет. И я его, в принципе, считал. Я не думал, что это уже настолько страшно. На самом деле это не страшно, это просто очень тяжелые варианты. И, ну, выйти с них не так просто. Вот кейма, возможно, вот кейма была плохим ходом. Мне надо было играть как-то более проще. Ну, как-то так. То есть сам обмен вот этот. Вот этот, ну, то есть я получил кейму. А обмен вот 1-2, он просто кажется лучше за белых. Потому что форма уж вот эта кейма возле вот этих двух камней, вот эти два камня, это очень большая плотность именно сейчас. Потому что не очень близко, и форма плотная. Возле этих двух камней лучше играть просто надежней. Ну, грубо говоря, я сыграл эту кейму. Я понимал, что где-то, возможно, форма очень нехорошая. Но я знал, что следующий ход будет, должен быть в районе вот здесь. То есть как-то дальше, ну, то есть надо сначала убежать группой, а дальше у белых достаточно проблематичная форма. Вот эта вот вся форма, вот эта кейма, она выглядит очень уж подозрительно. То есть если бы у меня был бы вот этот обмен, тогда она была плюс-минус соединенная. А вот так она выглядит, как будто ее можно порезать как угодно, и белым в какой-то момент придется потратить где-то ход, что не очень приятно. То есть ее надо было просто оставить. Но я знал, что играю с Павелом, и я, ну, как бы чувствовал, что он начнет резать эту форму. И, собственно говоря, так и произошло. Но на самом деле, мне кажется, это был большой оверплей. Вот этот. Я его не наказал правильно, но мог. Вот, в принципе, здесь я уже мог получить очень хорошую позицию, если бы сыграл правильно. То есть я вытянулся, что было ошибкой. Да, это было точно ошибкой. Вот, я сейчас покажу правильный вариант. Правильный вариант был играть сюда. И потом играть вот так. В чем разница? Черным надо играть здесь, и я вытягиваюсь, и черным надо играть здесь. Ну, грубо говоря, вот такой вот вариант. Идея в том, что после вот этого черным все равно надо вытягиваться. Но я получил вот эти два хода, которые мне дают возможность убить угол. То есть сейчас я уже могу просто убить угол без всяких проблем. И если я убиваю угол, это просто развал, потому что здесь уж очень много очков. Вот эта вся плотность, она не играет никакой роли. Ну, то есть она играет, это да, это плотность, но белые получили очень большой уж угол. Я даже не знаю, сколько там очков, можно посчитать. Например, на 20, 25, ну 30 очков, около 30 очков, может даже чуть-чуть больше. А у черных просто плотность, при том еще и плотность с какими-то камнями, которые непонятно, что с ними делать. Вот, например, камень К16 очень тяжело убить, потому что если играть дальше где-то, то просто можно как-то так сыграть, и уже даже вот эти два разозревающие камни будут что-то делать. То есть закрыть реально верхнюю сторону нельзя. Центр, у белых тоже плотность, и толку с нее никакой. А у белых уж очень много сейчас территории, и черные, скорее всего, просто не построят нигде столько уже в этой партии. То есть можно было бы очень легко получить, ну, очень хорошую позицию. А вот когда я сыграл вот так, то есть вроде бы идея та же, но у меня вот нет вот тех двух камней, и сейчас я угол убить не могу. И разница в том, что вот эта вся моя группа в углу, если я не могу убить угол, она тоже не очень живая. Ну, то есть мне все равно приходится играть вот так. И в предыдущем варианте я мог, допустим, убить угол, а сейчас этот угол не умирает. То есть вот черные могут сыграть просто так и порезать его, и уже угол не умер. И разница очень большая. То есть мне все равно, на самом деле, мне сейчас все равно приходится так играть. Мне надо жить группой. Если я просто вот буду бежать, и черные сыграют там, то у меня вот эта вся большая длинная группа, она не живая. И мне все равно приходится играть. Только так я бы убивал угол, а так я не убиваю угол. То есть разница очень большая. Здесь я сделал, пожалуй, одну из самых больших ошибок. То есть из-за того, что не сыграл вот здесь. Вот это, пожалуй, одна из самых больших ошибок в этой партии было. Я также понимал, что если я просто сейчас выживу, а он просто выживет углом, то ничего хорошего не будет. Ну, в принципе, это играбельно, но я просто чувствовал, что я упустил момент. На самом деле в партии я видел тот ход, но я не знаю, что меня дернуло, я сыграл не так. И сейчас я уже это осознал, что я реально мог получить очень хорошую партию. И учитывая то, что здесь на самом деле очень много нервов в этой партии. Ну, это очень, ну, партия за, по сути, много денег, и таких партий в год не так много. Поэтому я решил как-то действовать более агрессивно. И я решил играть вот так. В чем идея вот этого хода? Я подумал, если черный начнет, например, как-то резать, то я получу те же самые камни, ну, плюс-минус. И смогу, грубо говоря, вот как-то получить какую-то выгоду и смогу просто получить возможность, там, я не знаю, потом, возможность убить угол. Ну, то есть сейчас угол, грубо говоря, живет, но я получил сент и выжил, в принципе, не так плохо. Также, возможно, я могу как-то сыграть по-другому. Ну, то есть я могу, наверное, сыграть как-то так. И ему надо жить углом, и потом бы я как-то порезал. Ну, то есть у меня были какие-то планы, как-нибудь сыграть, сыграть на этом разрезании, получить вот обмен. Вот этот. Он, я думаю, в любом случае будет очень хорошим за белых. И я себе прикинул, что, в принципе, было бы хорошо его сыграть. Я думаю, так же самое думал и Павел, поэтому он начал тащить эти камни в другую сторону. Ну, и я как бы порезал его, то есть я не тратил ход на выживание сверху, где-то в районе С18. Я его здесь прорезал, но он тоже получил ход в районе Б13, то есть он как бы выжил группой, но борьба так же самое продолжилась. Здесь я, наверное, опять же, еще одна, на самом деле, возможность уступить. Я думаю, если бы я порезал, может быть, нет, может быть, если бы я сыграл что-то в районе Касуми, то, скорее всего, ему бы пришлось забрать, и я бы тоже забрал. Была бы какая-то такая позиция, и я бы решил все свои проблемы. Я бы отдал немножко территории, ну, то есть здесь больше камней, больше территории, соответственно, но у меня уже нет никакой проблемы с этой группой, и она будет плотностью. И если это группа плотность, тогда вот это все будет большая слабая группа, которая будет под атакой, потому что это все из-за того, что у белых больше нет слабостей на доске, и реально атаковать камень в К16 очень тяжело. А группа-то не живая, и если белый, ну, то есть тут не то, чтобы белый будет атаковать, скорее всего, черный просто ничего не построит сверху. Белый тоже ничего не построит, но у белых и так достаточно много территории, и плюс коми, и плюс вот эта все плотность, которая может потом понадобиться. То есть у белых и так все хорошо, и мне надо строить. Но у черных просто теряется вот эта возможность. Скорее всего, мы просто будем бегать, и вот по очкам, я думаю, в белые за счет первого угла будут выигрывать. Это опять было жадно. То есть я в этой партии вообще не ухожу ни от борьбы, я играю до конца, что, наверное, неправильно. То есть я решил просто не отступать, но, скорее всего, это все такое. Это все не очень правильно. Здесь он тоже решил бежать камнями. Ну, логично, я свои камни не отдал, он свои тоже не хочет отдавать. Ну, и, собственно говоря, мы вот пошли к какому-то варианту, где он отрезал вот эту всю мою группу. Я отрезаю его группу. И сейчас вот он отрезал группу, я еще могу бежать своими камнями здесь, в районе. Ну, то есть я могу бежать как-то. Ну, я даже могу вот так убежать. Собственно говоря, он резать не может, я убиваю его. И, ну, то есть своими камнями я бежать могу. Не проблема пока что. Но я хочу выжить вот этой большой своей группой. Вообще очень тяжело комментировать такую партию. Здесь очень много борьбы. Я хочу выжить вот сейчас такой вот группой. И желательно это сделать для меня в центре. Потому что, ну, у меня еще разрезающие камни в центре. И я очень бы хотел, чтобы эти камни, ну, то есть иметь цента, чтобы убежать ими. Иначе нету смысла. Поэтому я, ну, то есть я ними не бегу сначала. Если я убегу камнями, например, потрачу центре, он выпрыгнет, я выпрыгну. Он просто закроется где-то в районе. Ну, то есть он просто, может быть, даже в районе C18. И у меня просто не будет двух глаз. Что очень неприятно. Поэтому мне надо тратить ход здесь. И, скорее всего, я думаю, здесь Павел подарил мне, по крайней мере, один ход. Сейчас, если черные сыграют вот так, то группа снизу, вот эта вся, она уже живая. Просто за счет того, что здесь вот эти два камня и глаз в... Ну, вот этот глаз никак не выбить. Сейчас ход черных. И черные себе спокойно достроят второй глаз. Или с другой стороны, если белый походит здесь, просто вот строится другой глаз вот так. То есть никак убить группу нельзя. И таким образом черные потратили один ход, и вот эту группу убить нельзя. И угол, он тоже, скорее всего, выживет. Потому что, ну, реально белым надо начинать с этого хода, чтобы вообще что-то сделать. И тогда угол вот с таким ходом будет жить. То есть, если начинать с другого хода, например, можно попробовать вот так. То черные просто собьют здесь. Ну, или... И вот здесь появится разрезание, на что будет центре. И уже белым надо закрыться. И черные могут выжить. Ну, то есть, черные в любом случае выживают двумя группами. В принципе, так и должно было быть. И тогда было, я думаю, примерно равная партия. Но Павел закрылся вот так, что было ошибкой. Потому что после этого я закрылся здесь. И после вот этого закрытия вот эта вся группа еще не живая. Если черные играют сейчас сюда, я могу сыграть вот так. И после вот этого я могу выбить даже глаза. То есть, здесь нет двух глаз в этой всей группе. Сейчас это все не работает. Потому что вот есть очень большие проблемы с домеей за счет этих двух камней. И сейчас вот после этого черным приходится возвращаться. Ну, то есть, возвращаться и жить вот этой группой. Он так и сделал. Он сделал несколько еще вставок. Не знаю, плюс это, скорее всего, минус. Потому что он также потерял одно домо этих камней. И потом он выжил вот с своей группой. В партии, я думаю, я... Вообще, для белых сейчас убить эту группу, я думаю, будет просто хорошо. То есть, если белые так сыграют, это просто отлично. То есть, черные, допустим, заберут эти камни. Возможно, не так, так они плохо забирают. Ну, как-то так. И вот после этого, я думаю, у белых будет хорошая позиция. Но учитывая то, что черные сделали вот этот обмен. И забрали домея в своих... Ну, в своей группы в центре. Думаю, это тоже была слегка такая ошибка. Потому что... Ну, всегда это можно сделать позже. И в этом нет небольшой... Ну, большой нужды в этом нет сейчас. Я не знаю, почему он решил это сыграть. Но я решил получить какие-то сенты-ходы сначала, а потом уже убить угол. То есть, это был план. И, собственно говоря, он удался. Я... Тут вот эта вся комбинация, она очень даже форсирована. То есть, он может сыграть как-то так. Но я просто заберу и потом убью угол. Идея в том, что после вот этого, как я забираю, вот эта вся группа, она будет живая. То есть, мне не надо много. Мне надо просто, чтобы моя вот эта группа, она не подвергалась атаке. Если я укреплю вот эту группу, я думаю, позиция у белых будет очень даже обещающая. Ну, он тоже это понимал. Он решил как-то резать. Но я думаю, он здесь немного просчитался. И я смог пожертвовать свою группу и получить очень большую плотность. Ну, сложно сказать, что он просчитался. На самом деле, здесь не было другого варианта. То есть, был другой вариант, примерно вот этот. Вот, да, какой-то такой. Но он просто посчитал, что тот вариант, какой получился в партии, будет лучше. Но я думаю, наоборот. И я не знаю, что лучше. Ну, в принципе, оба варианта имеют схожий смысл. Просто чуть-чуть по-разному. Вот, все. Ну, позиция просто разная, но смысл тот же. Тут чуть-чуть больше очков и чуть-чуть больше плотности у меня. А там чуть-чуть меньше очков и плотность тоже чуть-чуть меньше. Здесь я сделал ошибку, пожалуй, тоже важную. Я должен всегда добивать угол вот так. Угол умер, а у меня есть второй глаз здесь. И если у меня есть второй глаз, я могу потом играть какой-то здесь... Ну, я могу забивать... Во-первых, могу забивать все внешние дамы без всякого проблем. Потому что эта группа мертвая, а моя живая. То есть, тут нет никаких проблем. В этой позиции в какой-то момент черные могут просто сыграть сюда. У них будет глаз, и у меня будет глаз. И из-за того, что сейчас у меня много дм, я добить могу. Но потом, кто его знает, что может быть. То есть, так, из-за этого... Это большой минус по очкам Йоса. И я почему-то не видел в партии С18, что я мог так убить. Но на самом деле мог. А вот так, как их убивал я, это просто минус. Да и после этой плотности я особо уже, если честно, был очень доволен результатом здесь. И я слегка, наверное, потерял концентрацию и не считал там лучший вариант, как выжить. То есть, черные просто... Ну и дальше мы просто берем большие хода. И вот здесь... Да, я вставил вот этот ход. И сейчас у белых просто большое преимущество. Ну, я не знаю, очков 10, наверное. И в этой стадии, скорее всего, я уже должен доигрывать партию. Но, то есть, самый лучший, наверное, вариант доиграть партию, это какую-то сыграть кейму. Черные бы сыграли здесь. И, возможно, вот так. Как-то так надо выигрывать. Просто играть очки по очкам. Построить все свои плотные группы. Очков у белых очень много из-за вот этого угола. То есть, угол, тот же самый угол, он остался. Плюс я отдал немножко очков в центре, но я получил тоже что-то в центре. И просто и за счет коми, и за счет каких-то там сверху очков. У белых просто будет больше очков 10. И в Йосе, я думаю, белые должны спокойно держать преимущество. Но, я, во-первых, не видел очень хорошей комбинации вот этой сверху. Какой-то такой. Ну, что можно так легко построить группу. И я также подумал, что эта кейма будет меньше, чем вот эта вот вся сторона снизу. Что абсолютно неправильно. То есть, на самом деле, снизу очень тяжело строить белые очки. Потому что здесь есть уже камень в К2. И если я там построю очки, всегда будет Йосе в черных. И там эта сторона, в принципе, бессмысленна для белых. Поэтому лучше построить и соединить свои группы в центре. Но я решил как-то атаковать вот эту всю форму. И это, пожалуй, еще одна большая ошибка с моей стороны. То есть, я очень неправильно оценил свои возможности. Ну, то есть, не то, что возможности, а всю позицию. Если бы позиция была равная, в принципе, это не такая плохая идея. Потому что у меня есть большая плотность, и я могу атаковать. Но, учитывая то, что я лидирую, это просто незачем. И белые могли просто выиграть. То есть, я мог просто выиграть партию, а я начал еще какую-то непонятную борьбу. Я думал, эта борьба будет простой. Но, на самом деле, она еще та самая тяжелая, наверное, которая была. Даже тяжелее вот той. Получилось. То есть, опять же, если я просто закроюсь. Сейчас. Ну, я так думал в партии. Если я просто закроюсь, тогда этот обмен будет просто ужасен. Потому что он просто убежал, побежал в мою зону. Я, как бы, ничего не закрыл. И смысла в нем мало. Поэтому я решил выбить, ну, играть сверхагрессивно. Я решил выбить базу и получить что-то на атаке вот этой группы. Но идея здесь в борьбе может быть не такая плохая. Просто я навязываю очень жесткую борьбу, что не очень правильно. Ну, и здесь мы начинаем играть очень какие-то странные варианты. Я забрал здесь какую-то территорию. Ну, то есть, тут много вариантов. И все объяснять очень тяжело. Вот тут обмен вот этот. Вот это. Сейчас я циферками покажу. На самом деле, здесь есть два хода. Он может сыграть в S8 и может сыграть в S6. Ни один из этих вариантов, как я думал, не работал. Но на самом деле, в одном варианте все было не так просто. Вот в партии он дальше мне показал. На самом деле, я не очень-то... Ну, то есть, я знал, вот здесь, если играть вот так, в какой-то момент есть ко. То есть, если он просто, например, играет дальше, пробует меня убить, как-нибудь, я не знаю, то я просто... у меня просто хватает ДМ. Ну, то есть, я убиваю черных. Если так убивают, то это конец. Если в этот момент где-то, вот сейчас, если черные просто сыграют вот так, то получится, что я забрал снизу какие-то очки. У черных еще непонятно, жива ли группа или нет. И ситуация не очень-то оптимистична в принципе. Потому что я и справа закрыл, и снизу какие-то очки закрыл. Ну, вместо центра. То есть, черные будут по-прежнему там минус 10 иметь. И поэтому он начал резать. И я знал, что там ничего нет. Но там почти ничего нет, потому что там есть вот такое ко. Которое... Оно на самом деле получается прямое. И очень... Очень-очень опасное. Здесь я еще одну сделал ошибку. На это закрытие мне надо было просто сбить. Так просто намного меньше кугроз. А учитывая то, что мы играем там ко, это важно. Я почему-то не подумал. На самом деле здесь так много кугроз, что... Просто лучше сбить. Тут так только одна, при том она еще и меньше. То есть, меньше, потому что надо сбить. А в партии там, если будет кугроза, так можно сбить просто больше камней. Поэтому вот это было слегка ошибкой. Ну вот, собственно говоря, я начинаю кугрозу. Если я начну вот так, то идея особо не поменяется. Будет просто кугроза, просто она будет висеть. То есть, вот там вот эта кугроза, она просто там останется. Черные, во-первых, сыграют сюда. Я еще не начинаю кугрозу. Вот сейчас вот, грубо говоря, черные могут даже так сыграть. Вот сюда, сюда, сейчас может вот так, сюда, сюда и вот так. Вот так вот начнется кугроза. Это будет двухшаговая кугроза. Но я теряю очень много, а черные ничего не теряют. То есть, я решил сыграть прямую кугрозу, в которой черные играют вот такой вот ход. И после которой, вот сюда, и вот черных заставляю играть в районе Т12, и после которой, если я ее выиграю, я тоже получаю, ну, я разваливаю всю его правую сторону. То есть, я решил лучше играть прямолинейную к борьбу, но я разваливаю всю правую сторону, вместо того, чтобы играть двухшаговую, где я теряю что-то, а он ничего не теряет. Ну, это было, я не знаю, правильно это или нет, но я решил, что таким образом мне будет проще. То есть, вот эта двухшаговая куборьба, которая была, где там она, здесь, да. Вот эта двухшаговая куборьба, в какой-то момент черный и здесь закроется, и получится, что он закрыл все свои очки, а я, ну, все получил чуть-чуть больше, но он еще и два хода получит. Поэтому я решил, что это точно уж не стратегия для выигрыша. А вот если играть такую длинную, большую куборьбу, как мы играли в партии, то не так уж легко найти кугрозу. Кстати, здесь я ошибся, здесь это некая угроза, я могу не ответить. То есть, если я просто заберу, ну, как-то так, ну, я могу закрыться, я даже могу закрыться на всякий пожарный, чтобы мало ли, потому что здесь потом может быть еще какая-то куборьба, а тут не все так понятно. И потом могу сыграть как-то так. Пять даме против пяти. Но у меня есть одно но. Я играю... У меня есть даме вот здесь. То есть, ну, хотя... Хотя, вроде, не работает это. Или работает. Но так, так нет. Хм. Может, может, это и не работает. Скорее всего... Скорее всего... Пять на пять. Нет, скорее всего, это была кугроза. То есть, мне надо было закрыться. На самом деле, это мне Павел сказал, что там он думал, что это не кугроза. В партии я не считал. Я очень долго думал в этот момент. И он очень боялся, что я просто не отвечу. Но на самом деле, я просто считал, как мне лучше ответить. Вот так или вот так. То есть, два варианта. Я считал, в какой вариант там будет меньше кугроз. И просто выбрал... Ну, в конце концов, выбрал этот, потому что больше очков. Я подумал, что очки может быть... Ну, это два очка разницы. В какой-то момент это может быть очень важно. Ну, и, собственно говоря, мы играем ку-борьбу. Но эта ку-борьба очень тяжелая за меня. Если я проигрываю, я умираю стороной. Поэтому мне вот на такую кугрозу мне приходится отдавать. Я, на самом деле, думал, что он так заберет. Но это будет там 10 плюс очков. Но он забрал еще и соединился. То есть, ему добивать не надо. И вот эти все снизочки будут тоже его. Это достаточно много. Большая разница. И я тоже что-то забрал. Но я думаю, сейчас уже партия примерно ровная. И, ну, то есть, все, что будет дальше, ну, по сути, решит партию. Вот эта вся борьба, она... Я бы думал, что она будет, в принципе, какой-то легкой. Она получилась очень тяжелая. С каким-то тяжелым ко. И я думаю, здесь я, по сути, потерял преимущество, которое у меня было. И сейчас партия примерно ровная. То есть, надо просто дальше продолжать играть. Забирать большие хода. Ну, я тоже, в принципе, так и думал. Но мы сейчас, после вот этой всей комбинации, после того, как черные забрались снизу, вот эта вся моя длинная плотность, она сейчас неживая. И реально у меня есть какие-то сейчас слабости здесь. Какое-то там ко, какие-то сенты хода, возможно. И, возможно, на этих сентых ходах получить какие-то хода и просто проатаковать вот эту вот всю палку. Это очень тяжелая группа сейчас. То есть, у меня есть только, по сути, один глаз. Потому что у меня вот... Вот есть комбинация, например, вот такая. Она всегда мне строит один глаз. Но это только один глаз. А группа-то большая. И надо как-то ее спасать, если что. И вот, собственно говоря, все вот эти его хода, они настроены на то, чтобы как-то атаковать мою группу. Ну, я тоже, собственно говоря, выживаю. И здесь я нашел вариант, в котором, в принципе, мы играем дальше ко. Но сейчас это ко уже двухшаговая. То есть, это ко... Так кажется, что это очень тяжелая коза белых. Но в реальности, если... Ну, то есть, это ко двухшаговая. Это раз. И если я его выигрываю, я отрезаю. То есть, если вот сейчас, например, мы играем дальше ко. Все черные делают какую-то угрозу вот здесь. Я отрезаю группу и потом сбиваю. И получается, что я плюс... Ну, то есть, это ко не такое прямолинейное. То есть, во-первых, оно двухшаговое за него. А во-первых, если он его проигрывает, а во-вторых, если он его проигрывает, то он тоже теряет очень много очков. Поэтому я решил, что этот вариант очень хороший. И я думаю, он просто недооценил. И неправильно посчитал ко угрозы. То есть, в партии он начал забивать ко угрозы именно вот так. И из-за этого у него не так уж и много ко угроз. Их всего четыре. Но он считал, что ему именно четыре хватает для того, чтобы выиграть эту ко борьбу. И в принципе... Ну, то есть, у него четыре стопроцентовых ко угрозы, которые я никак не могу... Ну, то есть, если я, например, заберу снизу очки, это мало, потому что там ко угрозы реально важнее. То есть, если вот эти камни умирают, вот эти... Как-то не так. Надо вот так. Вот эта группа умирает, то к ней умирает вот эта группа. И плюс вот эта группа будет почти мертвой. То есть, это вся сторона. Это очень много. Я не могу проиграть такое ко. Но, с другой стороны, у меня тоже есть несколько ко угроз, поэтому я решил играть. Он просто неправильно посчитал ко угроз. Он думал, что у него их там четыре, и я ничего не могу сделать. Но на самом деле, у меня тоже есть вот локальные две ко угрозы. И сейчас... Вот. Идея такова. Если я, например, белыми буду забирать вот это, он начнет играть дальше ко угрозу, и у меня, по сути, нет ответа на эту ко угрозу. Если я, допустим, игнорирую, то вот эта моя длинная группа, она умирает. Что очень уж плохо. Если я не игнорирую, если я сбиваю, то после этого у меня нет ни одной ко угрозы, которая даже близко будет с тем, что забрал он. То есть я могу там, я не знаю, забрать что-то, но это, по сути, конец партии. То есть в этой ситуации я нашел ко угрозу такую. Сейчас это два камня, ну и достаточно много территорий, но идея в том, что если он начнет играть ко борьбу вот так, я собью, он собьет, он выживет углом, но я заберу что-то взамен. Ну и заодно выиграю ко. И, в принципе, я думаю, ему стоило так играть. Потом как-то пробовать, может, вторгнуться и разрушить что-то вот здесь. Я не знаю, как-то может быть так. Ну или мы тут бы ко играли какое-то. Ну что-то было бы такое. И вот это выглядит как адекватное продолжение партии за него, потому что он выжил углом, там много территорий. Но в партии он просто закрылся. И мне кажется, вот после того, как он закрылся, реально уже выиграть эту партию очень тяжело. Я думаю, это был последний его шанс вернуться. Потому что вот это все ко, если он его проигрывает, оно уже очень плохое. Я выиграл просто ко. И теперь вот эти все камни, ну, ими очень тяжело бежать, да и не очень-то и хочется. Вот эта вся большая группа, она живая. И вот это все живое. То есть вот эти камни, которые их делят, их много, и они по сути мертвые. А вот его каудар, вот какой он сыграл, он даже, ну, то есть в партии у меня опять же есть комбинация, после которой я легко убегаю. И если посмотреть, то получится, что он-то забрал, по сути, вообще ничего, очков, ну, не знаю, 10. А я выиграл и такой, и отрезал эти камни. Ну, то есть в конце концов он сейчас их спасет. Но я их просто не убиваю, потому что я знаю, что у меня уже просто больше. Возможно, здесь еще я сыграл как-то очень мягко. На самом деле, мне надо было играть вот так. И, ну, мне ничего не... Ну, тут ничего, по сути, не угрожает. Тут было бы ко. Ко за группу, по сути. Но такое ко он бы в жизни не выиграл. И, скорее всего, ему бы пришлось закрыться. Ну, то есть, вот оно, ко. Ему бы пришлось закрыться здесь. И даже такое ко, я не уверен. У меня очень много локальных коугроз. Я не уверен, что он вообще может его играть. И у него, если посмотреть, коугрозы, наверное, 2-3. Ну, у меня гораздо больше. То есть, может быть, но я даже в этот момент, я уже четко представлял, что если я просто закроюсь, мне просто хватит. И я просто уже доигрывал Йоса. Я уже тут четко знал, что у меня больше. Вот это еще было от Исудзе. То есть, если он сыграет как-то так, получится вот такая вот позиция. Я получу просто больше очков. Если он сыграет с другой стороны, например, вот так, то я могу забрать вот эту группу. Это вот Исудзе Йоса. Он закрылся здесь. Ну, я сыграл снизу, забрал больше очков. Ну, и сейчас, на самом деле, сейчас, может быть, надо было просто закрыться здесь. Здесь по-хорошему. Но, опять же, я видел, что, если я просто закроюсь, он начнет играть ко. Ну, то есть, я видел вот эту всю его комбинацию. Сейчас, вот если я сыграю сюда, что тоже, в принципе, можно так играть. Он соединится сверху. Это не очень приятно, потому что это сенте. Это следующий ход тоже сенте. Поэтому я решил еще и сверху сыграть. Я понимал, что это все... Ну, то есть, сейчас, если он сыграет как-то так, то я просто выживу. Здесь нет никакой угрозы. А если... Кстати, если он сыграет как-то так, ну, будет тоже ко. То есть, я просто... На этот ход мы начинаем играть ко за эти камни. На самом деле, если ко проигрывают, то я проиграю... Стоп. Если я проиграю ко... Не знаю, как выключить результат. Вот так. Если я проиграю в это ко, то я, в принципе, партию не выиграю. Но на этот момент у меня было достаточно много времени. Я посчитал к угрозе. Я знал, что я ко не проиграю. То есть, я точно знал, что я не могу его проиграть. Ну, просто никак. И я просто на него смело шел. Для меня это казалось просто легкой победой. Вообще, легкой победой, наверное, можно было посчитать очки. Но здесь было много сбитых, много ко. И я вот чувствовал, что у меня больше. Но я знал, что если он начнет ко, то ему точно не выиграть. То есть, в какой-то момент, вот, например, сейчас я могу закрыться. Он собьет. И, скорее всего, я выиграю на очко 2. Но, опять же, мне было проще посчитать ко угрозы, чем очки. И мы просто играли ко очень долго. Но я посчитал все ко угрозы. И я точно знал, что я выиграю, ну, как минимум, на 2 ко угрозы. Поэтому в какой-то момент он просто вот на ко угрозе забрал 1 очко. То есть, 1 очко намного лучше, чем 6. Поэтому я просто отдал. И после этого это уже конец. То есть, вот эта вся длинная группа выжила. И мы просто доиграли тут несколько Йос и Ходов. И в конце я выиграл на 6,5 очко. На самом деле, я думаю, партия, по сути, решилась где-то здесь. Вот, когда я выиграл это ко. Даже, по сути, вот здесь, когда он закрылся. И я выиграл ко. То есть, если бы он играл... Ну, то есть, если бы он выжил углом и как-то бы пробовал разрушить верхнюю сторону, то, скорее всего, у него просто было бы больше шансов выиграть эту партию. Но так, я думаю, моя самая большая ошибка, это то, что я в какой-то момент просто вот здесь я решил атаковать его лишний раз, когда у тебя хорошая позиция. Эта борьба, она была очень тяжелой, и я мог проиграть. То есть, я мог бы просто отыграть как-то так. И построить, просто доигрывать Йоса. И просто, наверное, выиграл бы, не знаю, может быть, не 10 очков, но 5 бы точно выиграл. Потому что здесь такая ситуация, что очков у белых больше, и у белых еще плотнее позиции. И черным, я не знаю, даже нет места, где можно реально обострить позицию. То есть, это уж очень хорошая позиция за белых. А я начал вот атаковать, это было, ну, просто, не знаю, ужасной идеей в плане какого-то макро. Я должен был просто вот играть более надежно. Ну, Павел тоже сделал много ошибок. То есть, он, на самом деле, вот то, что он обострял вот эти все ко, они вот в какой-то момент... То есть, первое ко было очень хорошим, я думаю. То есть, оно было опасным, и он забрал очень много территории. Но второе ко, оно было просто незачем его играть. То есть, он мог вот в этот момент, я думаю, вместо вот этих всяких прыжков, он мог просто где-то вторгнуться, пробовать атаковать верхние камни, и вообще не трогать позицию снизу, и не играть здесь никакое ко. И таким образом, просто, я думаю, что позиция была бы намного сложнее за меня. А он начал играть второе ко. То есть, он начал как-то резать, ну, то есть, жертвовать очки, чтобы играть вот это второе ко. И потом его проиграл. И, по сути, это вот стоило ему партии. Ну, я тоже его понимаю. Он аккуратно посчитал количество ко угроз. И думал, что если уж у него такое количество ко угроз, то он должен, ну, грубо говоря, выиграть ко. Но в реальности он не мог так сыграть. У него, кстати, еще были ко угрозы, на которые бы я ответил. Вместо этого он может сыграть здесь. Я бы сбил. Но это двухшаговая ко. И вот эту всю штуку я вот могу пожертвовать, если я убью вот эту группу. А вот эту группу я... Ну, сейчас я подумаю. Это двухшаговая ко. Ну, скорее всего, если он начнет, я вот просто сыграю как-то так. Наверное, даже вот так. И после этого у меня появятся ко угрозы. То есть, сюда, сюда он собьет. И если я убью вот эту группу, я думаю, это терпимо. То есть, я отдал там. Ну, да, это очень много. Но я тоже забрал группу. И можно даже посчитать очки. Ну, 40, если группа живая, это не принципиально. Можно как-то, я не знаю, чтобы наверняка. Ну, то есть, плюс-минус. Плюс-минус. В белых, скорее всего, чуть-чуть больше. Из-за того, что вот эта вся группа, она... Ее еще попробую убить. То есть, убей. Она очень живучая. Ну, то есть, как-то так, наверное. И здесь появится какая-то возможность на какое-то ко. И, ну, не очень-то просто убить вот эту всю группу. Из-за этого, скорее всего, если белый просто выживет тот сверху и тут, то, скорее всего, белый выиграет. И я думаю, что вот эти все ко угрозы, он просто не вставлял вот ко угрозу в районе Е2, потому что оно все добавляло мне ко угроз здесь. Но, вообще, я думаю, я сыграл очень хорошо. Я сыграл очень хорошо в плане счета. Я везде его пересчитывал. Но я очень плохо делал какие-то решения. То есть, в плане не просто счета, а позиционные решения. И вот из-за этого партия была такой длинной. Если бы я сыграл правильно где-то, где-то попроще, где-то бы забрал очки. То есть, у меня с самого начала была хорошая позиция, но я где-то всегда шел в борьбу, и всегда было очень тяжело. Ну, то есть, я даже всю борьбу, которую играл, всю выиграл. Но все равно это не самый оптимальный способ завершить партию. Но здесь мне где-то повезло, где-то я хорошо посчитал, и я смог ее выиграть. То есть, с этой партией я попал в полуфинал. И в полуфинале мне надо будет, в следующий день было сражаться с Артемом Кочановским, который я уже буду в следующей партии рассказывать. Всем спасибо, что смотрели. Смотрите обзоры на канале Бадук1, и мое следующее видео тоже. Спасибо всем, что смотрели, и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok